Приветствую вас. На момент ответа на наш вопрос было дано три комментария. Мне очень понравился второй комментарий, я рекомендовал бы ему прислушаться. Ну а от себя я бы добавил вам примерно следующее. Понимаете, страх ошибки. Откуда он берется? Страх ошибки всегда берется из значения. Значение ошибки это то, что делает ее такой страшной, ужасной, трагичной и так далее. Значение ошибки, оно проявляется, ну скажем так, в вашем отношении к тому, что вы делаете. В отношении к себе, в отношении других к этому ошибке. Ну например, предположим, вы пришли в коллектив и вы понимаете, да, что, значит, ошибаются все, как вам написали в первом ответе. Ошибаются все, а любой человек несовершенен, каждый может совершить ошибку. Предположим, что вы это знаете и предположим, что у вас есть устойчивое убеждение относительно этого момента. Почему? Ну просто потому, что вы мыслили логически и путем логических договоров пришли к этому моменту. То есть, в принципе, в принципе, для вас это понятно. Я бы не сказал, что обязательно очевидно, но понятно. Хорошо, если вам это понятно, то вы, естественно, оказавшись в определенном кругу людей, и, скорее всего, увидите, как они относятся к тому, что вы считаете. А они, скорее всего, относятся к этому негативно. Они, скорее всего, считают, что вы не правы в своем утверждении. И они могут считать, что, собственно говоря, вы ошибаетесь. И они свое значение, значение, вот, ошибки, будут проецировать на вас. Они свое значение ошибки будут навязывать вам, потому что это их волнует. Потому что это то, что они считают для себя важным. Ну, хорошо. А что вы будете в этой ситуации делать? Можете вы, конечно, считать так, как они. То есть, так же, как они считают, что у ошибки есть очень большое значение. И что очень, знаете, страшно ошибиться. А можете понять, что есть разница между тем, что считают они, и тем, что считаете вы. И боятся ошибок или нет, их право, но никто не имеет такого права навязывать свое мнение другому человеку. Потому что ваше право относиться к ошибкам так, как вы того хотите. Но у людей есть мотивация. Мотивация видеть возможность ошибиться что-то негативное для себя. И вот в этом вам в данном случае и нужно будет разобраться. Какой мотив людей бояться ошибки? Что доставляет их бояться ошибки? Если вы увидите, что их доставляет, если вы поймете, что их доставляет, высока вероятность того, что бояться ошибок вы не будете сам. И не позволите этим людям навязать вам свое мнение. Просто потому, что вы как бы сами понимаете причину такого поведения с их стороны. Это, пожалуй, про значение окружающих. Про выражение значения ошибок для окружающих. А для вас? Почему для вас имеет такое большое значение ошибка? Чем она вам грозит? Почему у вас такая большая сверхмотивация, такая ярко выраженная сверхмотивация? Не совершить ошибку. Я надеюсь, вы поняли сейчас, что когда вы не желаете превращать ошибку, вы тем самым, по сути, не желаете быть человеком. Простите меня, да, такой может быть патусный оборот. Потому что совершать ошибки только кто? Человек. Если кто-то не ошибается, значит, это не человек. Я говорю, вопрос, а почему вы не принимаете себя? Что вам мешает принять в себе право на ошибку? И вот тут, согласитесь, ситуация уже несколько сужается. То есть, так вы боялись ошибки, вы очень сильно переживали по поводу возможностей. Кстати говоря, она еще не наступила, это ошибка, и вы не знаете, наступит ли, а вы уже боитесь. То есть, тот же, как бы, момент. У человека иногда бывает так, что он приближает то, чего еще не случилось с ним. То есть, ошибки еще нет, а человек уже своим поведением, своим отношением ее пережил много-много раз. Вы понимаете, тот, чего человек боится, он ведь переживает то, чего боится, много, очень много раз. А тот, кто не боится, но при этом старается делать какие-то вещи, да, старается, там, просто делать и все, не думая о том, что он может ошибиться. Но этот человек, на самом деле, не исключая для себя ошибки, не исключая возможности ошибиться. Человек все-таки ошибается один раз. И ошибаясь, человек, несложно, надеюсь, догадаться, извлекает определенный опыт для себя же. Потому что опыт нельзя получить без ошибки. А теперь вопрос, который я, собственно, хотел бы вам задать. Почему вы придаете такое громадное отношение ошибкам? С чем это связано лично у вас? И вот, если вы ответите на этот вопрос для себя, то вы сможете понять, в какую сторону вам двигаться и как перестать бояться того, что вы ошибаетесь. По сути дела, как перестать бояться естественного следствия любого действия, потому что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И на самом деле, как начать принимать себя таким, какой вы есть. Ну, а из практического я бы рекомендовал вам задавать себе подвижный вопрос, когда вы боитесь. Вы просто работаете, когда вы чувствуете, что вы боитесь. Спрашивайте себя. А я ошибся? Я еще ошибся? И если нет, если нет, то, собственно, чего-то забояться, если вы не ошиблись. Далее. Если вы все-таки ошиблись, то задайте себе вопрос другого типа. А так ли страшна моя ошибка? Так ли она ужасна? Так ли она катастрофична? Не преувеличиваете ли вы ее значение для себя? Чем чаще вы будете задавать себе вопросы подобного рода, тем быстрее вы снизите уровень вашего страха. Тем меньше вы будете бояться, тем меньше вы будете испытывать негативные последствия выязливости. Ну, а в остальном рекомендую вам ответить на те вопросы, которые я задал. И, возможно, как вам сказала опять-таки моя коллега ответ, который является вторым, ага, вы можете справиться с этим сами, а можете обратиться к специалисту, с ним эта ситуация будет разрешена быстрее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!